Пусть они лучше сами расскажут о том, что собираются сделать. В общем, да, рядышком, но там один нам участок предлагали, и у него не было подъезда, дороги вообще не было. Нам его пытались впарить. Вот потом оказалось, что там неправильно все. И потом мы начали ходить по домам прямо, и стучаться, и спрашивать, никто ли здесь не продает участок. Мы смотрели, как ненормально, и говорили, вот там кто-то продает, там. Потом случайно мы первыми увидели это объявление из рук в руки. Позвонили, приехали в полдевятого или в восемь, да? Восемь утра в субботу. Да, в восемь утра в субботу, как ненормально, и приехали. Приехали сюда. Мы были первыми, кстати говоря. Да, были первыми. А, я считаю, там уже очередь стояла еще смотреть. И мы сразу этому мужчине, а он очень сильно заикался. Мы хотели его проверить хоть как-то, говорю, скажите свою фамилию. Он нам говорит, а мы уже отошли туда, к Валентину нашему кафе. Он говорит, мы такие, повторите. Он нам раз 20 ее повторял, мы так и не смогли записать, чтобы его проверить, риэлтор это или нет. Оказалось, что участок продает председатель этого поселка. Вот, мы за него так вцепились, думаю, все, это наш участок, все. Это он нам так понравился. Вот эти березы вообще шикарно тут. Так мы приобрели этот участок. И от Москвы здесь недалеко, всего лишь 6 километров. В общем-то, до работы добираться удобно. Вот, а нам нужно было дома ездить, чтобы жить. Вот, и пробки здесь несерьезные, поэтому, в общем-то, 45 минут до моей работы отсюда засекали, доезжаем. Это самое главное. Ну что ж, здорово. А вот какой вы, кстати, собственно, хотите? Вы вдвоем собираетесь, да? Да, мы вдвоем. Да, мы вдвоем, на двоих купили участок земли. Вот, и теперь решили на двоих построить дом. На два хода. Отказались от покупки квартиры, потому что все-таки свежий воздух, хочется отдыхать от суеты московской. Поэтому решили все-таки недалеко от Москвы построить себе небольшой домик. Здорово. Ну вот вы говорили, что сами что-то делали, типа проекта или что-то подобное. Мы нарисовали в Excel большой такой файл, разметка нашего участка, все по сантиметрам, и разместили уже участок. У тебя есть с собой, нет плана? Ой, ну типа был. Где-то был, значит, все-таки есть. Есть, 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 есть. Так, ну-ка посмотрим. Мы даже придумали, что планировочку мы сделали. Ну это начальный наш домик. Что-то вот наш домик, это вот тут два гаража, мы решили выносные не делать внутри дома, потому что там, говорят, какие-то выхлопные газы и так далее, будут идти в дом. Это наш цоколь, это наш первый этаж. Второй и мансард. Стеклянную крышу, но это, конечно... У нас будет высокий дом. У нас будет высокий дом. Хотели восьмиэтажечку сделать, но решили все-таки, да, поменьше. Воздержаться. Вот, а какой хотите, какой материал хотели бы, какие ваши предпочтения ваши? Вы знаете, изначально нам строитель предлагал монолит, вот. Вот, ну, так как у нас, в общем-то, средств не так много, вот, мы хотим более экономные варианты, мы решили строить из пенобетона. Вот это современные технологии сейчас. Посмотрели в интернете, очень многие строят из пенобетона, поэтому думаем, что все-таки это будет наиболее удобный вариант. А вот здесь, этот ваш участок, у него, какая площадь, так сказать, тут сколько, 6 соток, да? 6 соток. Всего 6 соток. Всего 6 соток. Но нам хватит. И сколько вы хотите, сколько метровый, так скажем, именно домик, да? Ну, у нас такие маленькие запросы, по 250 на человека. Ну, так, вот, скромнее. Первый, второй, мансард, первый, второй, третий этаж, в общем, вот, а вот... За счет того, что территория эта маленькая, мы хотим углубиться вниз и вверх, чтобы как можно меньше занимать. Ну, как бы, у нас все равно будет вся площадь, практически, участка занятая, будет по 2 метра от забора. Ну, это с этих сторон. Ну, да, у нас будет много. Будем ходить, гулять на пустыне. Еще, может, баню сделаем. Ну, баню-то тоже надо, вообще. Ну, если места еще хватит, а можно прям в доме, в принципе, сделать. Ну, сауну, да, нацухли. И бассейн с противотоком. Мы еще хотели бассейн с противотоком. Ну, потом подумали, здесь клясть, мы, в общем-то, в трех шагах решили не делать. Ну, а что, зимой тоже можно... А, тут же и виндсерфинг еще мы занимаемся, поэтому там... Ммм, сейчас как вам повезло. Просто я так, слушай, аж удивляюсь. Ну, вот, хорошо. А когда вы собираетесь тут приступить? Вот сейчас, пока у нас участок такой вот, вот, март месяц снежный наш. Все уже скоро оттает. Вот когда вы собираетесь уже? Вот подумай, мы уже приступили. Да. Уже? Ищем строителя. Самый главный, конечно, момент, это начало, это поиск строителя, поиск подрядчика. В общем-то, выбор большой, но найти нормальных, реальных людей, которые построят, и мы не будем волноваться, это очень сложно. Вот, поэтому мы сейчас в поиске именно подрядчика. Понятно. Хорошо. То есть, когда найдете, уже сразу же и приступит им последствия. Ну, у нас уже есть договоренность, да. На эти выходные уже встречаемся с подрядчиком. Возможно, он и будет нам строить. И уже начнете, может быть, рыть и прочее. Ну, сначала деревья надо поубирать, забор поставим. Вот. Тоже хорошо. Ну, что ж, дорогие друзья, давайте начнем, откроем сегодня строительный сезон 2008 года. Правда? Да. Да. Замечательно. Ну, что ж, приятно, что именно нам выпала честь открывать строительный сезон здесь, на участке Лены и Наташи. Однако, несмотря на то, что планы у девушек поистине наполеоновские, есть и определенные строительные нормы. Итак, участок площадью всего 6 соток. Расстояние от соседского участка должно быть не менее 3,5 метров. В противном случае проблемы могут возникнуть не только с соседями, но и органами местной власти. Таким образом, будущий дом будет около 12-13 метров. Кстати, границей дома крыша не считается. Она может выходить за пределы 3,5 метров. Краем дома может стать крыльцо. Поэтому, в случае девушек, этот вариант нежелателен. Также Наташа и Лене хотелось бы, чтобы у каждой была солнечная сторона. Но при таких параметрах участка это, к сожалению, невозможно. Но можно ли построить хороший дом на таком небольшом участке? На помощь уже спешит постоянный эксперт нашей программы Андрей Курашев. Ну что ж, Андрей, вот счастливая обладательница участка. Видите, какие они счастливые, действительно. Ну что ж, дорогие мои, скажите, пожалуйста, какие у вас есть вопросы к нашему замечательному эксперту? Вот он-то сейчас вам и скажет, все, откроет глаза. Хотели бы уточнить, если мы построим дом с пенобетоном, как вы на это смотрите? Не, ну пенобетон нормальный материал, на самом деле. В общем-то, дешевле него. Я уже, как бы, не знаю никаких материалов, которые были бы более-менее приличными. То есть, если бы дом, конечно, был у вас такой, ну на большом участке, то есть такой респектабельный, я бы не посоветовал пенобетонный дом, потому что ликвидность пенобетонного дома, она гораздо ниже, чем, допустим, кирпичного или там из других материалов продвинутых, там типа паратерма и прочее. Но если дом достаточно бюджетный, то пенобетон вполне достойный вариант. Единственное, что не нужно жадничать и сделать стену все-таки уже достаточную по тепловым свойствам, для того, чтобы она работала без утепления дополнительно. То есть, это 50 сантиметров пенобетона, как минимум. Да, потому что некоторые делают там 30 сантиметров, некоторые после конвульсии делают 40 сантиметров. С вашего участка. Вот. То есть, вот 50 сантиметров. Помню, это с каждой стороны. Ну, а все равно погода не сделает то, что будет у вас стена там 30 сантиметров или 50 на целый дом 12-14 метровый. А вот эти дополнительные маневры с утеплением, они оттягивают много сил и они достаточно сложные. К ним надо квалифицированно подходить. Вот экология у пенобетона. Вполне нормальная экология. Кстати, пенобетон замечательен тем, что он совершенно не фонит. Вот если к вам придет с радоновым исследованием СС, когда вы будете сдавать дом в эксплуатацию, по идее, если честно, вы будете сдавать дом в эксплуатацию, придет СС сотрудник, который с таким как миноискатель, только он ищет радиацию, будет ходить по дому. И вот я лично был свидетелем, когда подводят этот прибор к пенобетонным стенам, там 12-14 микрорентген, то есть фон обычный природный. Кирпичным стенам, даже очень качественного кирпича, хорошего, уже подскакивает до 25-30. А если используется кирпич пожаропрочный, термостойкий кирпич такой, желтенький, то там может доходить до 50-60 микрорентген в час. Вот, поэтому пенобетон, он в этом смысле, он совершенно равен дереву. Он не экранирует ничего, и он ничего не излучает, у него песок и цемент, они как бы совершенно нейтральны. Ну, значит, в единственном бетоне. Вот, в этом смысле. Единственное, что, конечно, экономить на толщине стены, вот, нехорошо. Потом эта экономия, она потом выливается в то, что у вас, как бы, плохая коробка. То есть вы с этой коробкой ничего не сумеете сделать, не доделать, не переделать. То есть, вот, как только вы тронете ее в каком-то месте, то она, вот, уже и переделки, как бы, вот, как плохой кузов у автомобиля, грубо говоря. Но кроме основных конструкций, которые, по совету Андрея Курашева, лучше сделать из пенобетона, также в доме на двух хозяев немаловажен вопрос межквартирной и межкомнатных перегородок. Вот их-то как раз лучше всего сделать из полнотелого кирпича. Пенобетон – материал легкий и спокойно пропускает звук сквозь себя. В то время как кирпич является плотным материалом и надежно защитит уши от ненужной информации. А вот, что касается фундамента, вот, есть ленточный, есть, заливают плиту какую-то, вот, просто здесь у нас болото, на самом деле, недалеко, и вода очень близко. Понятно. Ну, я смотрю, что у вас и участок достаточно вот низенько посажен, то есть, вообще, вот, посадку дома всегда рассчитывают от дороги. Вот мы сейчас прошли по дороге, я не знаю, сколько на ней снега, а сколько грунта, на самом деле, когда он растает, будет видно. Но рассчитывают так, что если дом, допустим, не на цоколе, а вот уровень дома как бы низкий, он, ну, равен земле, то есть, одна-две ступеньки, то берут за основу нуля уровень дороги, потом еще думают о том, насколько эта дорога поднимется со временем, то есть, она будет засыпана гравием, может быть, заасфальтирована, может быть, на нее лягут плиты, то есть, еще берут сантиметров 20 запас, и тогда вот эту метку переносят на участок. То есть, грубо говоря, вот они должны быть равны. Дорога плюс 20 сантиметров, это ноль вашего дома. Вот. Ну, здесь, конечно, наверное, придется что-то подсыпать впереди, потому что так, ну, нехорошо, когда с дороги вы съезжаете все участки в яму, к вам будут течь грунтовые воды все. Но это делать нужно вначале, да? Нет, не обязательно. То есть, тоже когда... В процессе? В процессе, да. А какой все-таки фундамент? Вот, смотрите, какая... Вы думали, плиту. Ситуация плита, она вообще достаточно емкая, в ней много бетона. Значит, можно, конечно, плиту, но для того, чтобы сделать плиту, вам придется подсыпать сантиметров, я чувствую, 50, допустим, песка, чтобы он был вот здесь вот на уровень дороги выше. Вот там сейчас как минимум сантиметров 50 ниже. То есть, подсыпать 50 сантиметров песка на большом расстоянии, ну, на площади там 14 на 14, это как бы много камазов уйдет. Плюс еще сделать плиту, она тоже достаточно дорогая. Я бы в вашем случае посоветовал сделать ленточный фундамент неглубокого залегания. То есть, вот прям буквально не врываясь вот в эту землю. Сантиметров там, ну, может быть, 20-30 и забуриться местами по бокам такими зубами. Ну, забуриться буром, буронабивная свая так называется. Когда бурят сваю, вставляют туда металлические каркасы, заливают бетоном. Так что вот просто эта рамка, ну, грубо говоря, никуда не уехала. Они как бы, она прибивается к земле. Потом ее нужно просто утеплить по периметру, экструзионным пенополистиролом на метр, чтобы ее не очень крутило. Хотя, в принципе, она, если рамка достаточно прочная, ей и так ничего не будет. Ну, на всякий случай. И вот таким образом перекрыть дом, допустим, плитами перекрыть. Первый этаж. Это, допустим, фундамент, да? Фундамент и перекрытия. Да, во-первых, под домом у вас будет все-таки технологическое пространство какое-то. Там 50-70 сантиметров. То есть, там будет какая-то канализация. Там что-то, то есть, будет туда какой-то ход лаз. И туда можно залезть и что-то сделать вот по инженерным системам. Однако, как мы помним, Лена и Наташа в целях экономии площади участка планировали сделать дом с глубоким цокольным этажом. Да еще и разместить там бассейн. Площадь, конечно, таким образом сэкономить можно. Но средства отнюдь. На данном участке довольно высок уровень залегания грунтовых вод. Следовательно, в подвале и цоколе необходимо делать хорошую гидроизоляцию. А позже еще и утеплять подвальные помещения. И по-хорошему нормальными, а значит не дешевыми материалами. Но все эти расходы покажутся хозяйкам цветочками, когда они узнают о стоимости заливки глубокого мощного фундамента. Прибавим к самому бетону стоимость арматура и прочие связанные с бетонными работами расходы. Цокольный этаж удовольствия, увы, не из дешевых. Конечно, возникает вопрос, а где же ставить бойлерную? В принципе, сейчас существуют небольшие системы, которые совсем не обязательно прятать в подвале. Они могут и воду греть, и обеспечивать теплом весь дом. А в данном случае полдома. А можно еще к началу, к самому началу вернуться? Вот у нас сейчас пустой участок, здесь пока ничего нет. Вот мы прошлись, посмотрели по другим участкам. Там тоже кое-где только начинают строиться, но уже обнесли рабицы вокруг. Что вы нам посоветуете? Поставить сначала нормальный забор или все-таки временную рабицу? Или вообще не нужно заборовать? Или вообще пока идет строительство? С тех сторон, там где вы не планируете въезд техники, наверное, у вас вот эта одна дорога, она очень узенькая. Нет, у нас вот там. Вот там еще дорога, да? Две дороги. Две дороги. Оттуда, откуда у вас будет въезжать техника, вы заборов никаких не ставьте, потому что техника все равно все заборы посносит. Вот. Если у вас, допустим, есть вероятность разворовывания материалов, то ставьте какую-то сетку, рабицу. Если у вас тут достаточно цивилизованный охраняемый поселок, я смотрю, я бы к заборам приступал уже после строительства дома. Потому что заборы мешают и работе, там, подсыпке грунта. Вокруг дома должен быть маневр свободный для строительства. Тем более участок у вас небольшой, поэтому я бы заборы здесь пока не ставил. Я услышала только сомнения в ваших словах. А возможности постройки все же такого дома на двоих? Ну, вот смотрите, получается 12 метров там внутренне, допустим, размер дома. Ну, грубо говоря, 40 сантиметров, как минимум, там, 38 по науке, ну, со штукатуркой, там, 40 и больше, да, съест внутренняя стена, которая должна вас разделять. 12 метров минус 40. Это получается, ну, давайте исходить из того, что минимальная, как бы, ширина дома должна быть 6 метров. Это по внешней, да? По внутренней части. По внутренней. Да, меньше уже, вот, как бы, то есть берут просто и кладут 6-метровые плиты с одной стороны и с другой стороны. Разделение дома 40 сантиметров, стены наружные по 50, то есть, ну, грубо говоря, метр пятьдесят. Значит, 6 плюс 6 это 12, плюс метр пятьдесят, это, получается, 13 с половиной, ну, вписывается. Вот он только-только вписывается, если вы входы сделаете вот с этих сторон. Вот. Дальше нужно просто грамотно сделать планировку дома, чтобы санузлы, видимо, все-таки были в центре дома. И лестницы. Вот, они как бы друг напротив друга были, проходили рядом. Дальше идут какие-то кухни в центре дома. То есть дом должен быть симметрирован относительно центра, и все санузлы нужно притягивать вот к центральной, к этой, ну, как в квартирах делают, фактически. Вот. Вот. Наверное, можно, в общем, сделать. Надо смотреть. Я так не могу. Это вопрос планировки, их надо обсуждать, думать. Это самая трудная часть. Над этим люди... Долго думают. Долго думают. У нас старт уже, да? Будем двигаться вперед. Надеюсь, у нас все получится. Да, вот надо с планировкой вам. Вам думать с планировкой нужно. С планировкой это уже второй вопрос. Я думаю, что это решабельно. Самое главное построить. Вот так получается дом 6, грубо говоря, на 10, на 11 метров. Ну, так и есть. То есть, каждый дом будет. Прикидывали. Ну, в принципе, это нормальный дом. В нем можно сделать и лестницу, и помещение. Нормальный дом. Вполне. Тем более двухэтажный. Еще мансарда будет. Да, да. Места хватит. Вполне хватит места. Можно будет нормально жить. Ну, и замечательно. Что ж, приедем теперь сюда через несколько месяцев. Посмотрим, как сделано. Будет, как все сделано. Что ж, в добрый путь. С хорошими начинаниями. Добрый путь. Спасибо вам большое, что приехали. Что дали нам советы. Мы все приедем. Обязательно воспользуемся. И пригласим вас снова посмотреть на наши результаты. Спасибо. Дорогие друзья, мы всегда рады помочь вам в строительстве.